Девушки отдыхают Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы ездили в Уэльс. Начну с того, что обычно я езжу по Великобритании на один, максимум два дня. Но иногда с друзьями или семьей мы выезжаем на 3-4 дня, если это поездки куда-то достаточно далеко от Лондона. Поездки я планирую заранее. Обычно это за 2 месяца, может быть за месяц. То есть если я знаю, что у меня точно не будет никаких мероприятий, учебы или просто будет свободное время, то это время надо как-то забить. Дома сидеть я не умею. Поэтому я планирую куда-то поехать, ищу город, где я никогда не была, что-то о нем узнаю и еду туда. Если я еду на один день, значит это туда и обратно. То есть это 3-4 часа максимум от Лондона на автобусе или на поезде. Чаще всего я пользуюсь автобусами, потому что это намного дешевле. Поезда в Англии достаточно дорогие. Но есть и недорогие поезда, поэтому когда бронируете путешествие, проверяйте поезда тоже. Бывает такое, что поезд иногда дешевле автобуса. А иногда бывает, что и самолет дешевле, чем автобусы, ну и тем более, чем поезда. Бюджетные авиалинии, лоукостеры стоят достаточно дешево. Если бронируешь не очень удобное время, допустим, это 6 часов утра или 23 часа ночи, то это бывает очень дешево. Вот недавно мы с мамой съездили в Шотландию за 25 фунтов за один билет в один конец. То есть 100 фунтов за двоих туда и обратно. Это очень дешево. Один путь на автобусе может обойтись в 60 где-то фунтов. А на самолете и того больше. Даже не буду вспоминать эти цены, но где-то 250 фунтов, 300 фунтов. Ну а там переводите сами на 80 примерно, умножайте сейчас и получается достаточно серьезное количество денег. Ну а так как я студент, и мне всегда надо экономить, я бронирую заранее и отели, и билеты. Чем раньше бронируешь, тем, естественно, дешевле. Думаю, об этом уже все все знают. В этот раз мы решили посетить Уэльс, потому что как бы уезжаем, а там в принципе никогда и не были. Единственный раз мы ездили всей семьей где-то в 2013 году в город Картиф. Это самая ближайшая точка от Лондона, Уэльси, и это столица Уэльса. Это был ноябрь. Мне как-то город не очень понравился. Все было тускло. Дождя не было, но как-то ветрено. Ну как обычно во всей Великобритании, если ветрено, ну практически зима. Если ветрено и тускло, тоскливо, дождливо, то и жизнь неинтересна. Каково же было мое удивление, когда в этот раз мы доехали до Картифа. Это была наша последняя точка нашего путешествия. И ну так как лето, все ярко и солнечно, Картиф мне очень понравился. Даже я бы сказала, больше, чем все остальные города. А в тот раз я думала, ну если Картиф такой серый, тусклый и унылый, то что там ехать в остальные города? Там, наверное, просто деревня, грязь и слякоть. В общем, Уэльс я так и не освоила. В этот раз вот решили хотя бы проехать по югу Уэльса, недалеко от Картифа, в какие-то города, где есть море. Мы всегда с мамой, если едем, то чаще всего она просит организовать какое-то путешествие с отдыхом на море. Мы обожаем море, мы обожаем шторм, волны, купаться в море. Мы все, что связано с морем, это о нас. Ну и в общем, в этот раз мы поехали в такие города, как Свонси. После него мы посетили Ланели. Ла-Ланели, два Л. Затем мы поехали в Барри, а по пути заехали в Порт Талбот. Ну так, посмотреть, что это такое, и буквально проезд там. В Барри переночевали и поехали в Картиф, откуда и выехали в середине дня обратно в Лондон. Вот как бы 4 дня, 3 ночи и 5 городов. Все путешествие на двоих нам обошлось в 250 фунтов. Это 20 тысяч рублей в среднем где-то, так, по аптеке. Отели в Уэльсе стоят достаточно дешево, в районе 50 фунтов. Можно снять более-менее приличный отель. 50 фунтов это где-то 4 тысячи рублей. Для Англии, для Великобритании это достаточно дешевая цена. То есть, когда я бронировала, я обычно всегда на Booking.com бронирую. И когда я бронировала отель, это, ну, если не считать хостелы, в хостелы мы никогда не селимся. Если я одна, то вот я в Европу ездила, в хостелах жила. А так, если мы с кем-то, с друзьями или с родственниками едем, то мы снимаем отель на двоих или на троих. И самый дешевый просто берем. Потому что зачем тратиться, если мы все равно там проводим только ночь. Нам только полежать, поспать и поехать дальше. Первой нашей остановкой был город Swansea. Слон по-английски лебедь переводится, а си – это море. То есть, как бы море лебедей. Море лебедей мы там не увидели, но зато мы увидели там море чая. Это что-то. Они кружат по всему городу с такими криками. Они гудили нас ночью даже своими криками, потому что у нас окно было открыто, чтобы было прохладно. И жили мы в отеле, который находится в центре и который встроен в главный торговый центр города. А так как над ним такая крыша прозрачная, и они любят вот эти чайки, любят там сидеть, так они сидели прямо напротив нашего окна. И своими криками, какими-то драками, какими-то возгласами постоянно будили нас. Ну, конечно, первую половину ночи мы проспали без ног, потому что уже устали. Добирались мы на автобусе 4 часа 40 минут до Суан-Си. Ну, и как бы немножечко прошлись. То есть мы приехали практически часа в 2 с чем-то. Выехали рано утром. Поселились в отеле в 3 часа и пошли немножечко прогуляться по городу. Что мы увидели в городе? В основном это какая-то бухта, яхт. Видимо там, ну, не видимо там, действительно находится яхт-клуб. Прошли музеи, они все уже были закрыты. И вышли на набережную на море, на пляж, посмотреть на пляж. Я брала с собой купальник, но покупаться мне не удалось. Было достаточно холодно, ветрено. Первые 2 дня, вторые 2 дня вышло солнышко, но все равно был ветер, и я не рискнула пойти покупаться. Хотя море было теплое. Но после того, как выйдешь из моря на сушу, и там такое ветрище, что я думаю, нет, пожалуй, я не пойду. Хотя очень люблю купаться в море. Ну да ладно. В общем, с Фон Си... Что там еще мы увидели? А, мы, значит, вышли на пляж, походили, посмотрели, что вокруг. Я спустилась к морю, немножечко помочила ноги, поснимала виды. Ну и как бы на этом мы и закончили наше знакомство с этим городом. Итак, мы идем домой, в отель. Мама говорит, ненавижу ходить по одному и тому же маршруту. Он уже падает. Сейчас Киев. Окей, окей, Виктория Киев. Куда-то надо повернуть. А, налево точно. О, мама даже показывает, куда нам надо купить. Или она падает, не знает, что она там делает. Ну ладно. Пошли, turn left. Left это налево. Нам надо повернуть налево. Мама там вообще никуда-то отстала. Он ничего. Догонит. Да, мама? На утро мы встали. И к 10 часам собрались и пошли в музей. Ну, в конце концов, приехали в город, и надо хотя бы посмотреть музей этого города. Тем более, он бесплатный. Чаще всего я посещаю в основном только бесплатный музей. Именно музей о городе. Не какие-то там исторические. Это не так важно для меня, как для моих друзей. Допустим, кто-то любит, наоборот, исторические какие-то факты собирать. А я люблю посмотреть, чем жил этот город, какая у него история и так далее. И мы зашли в такой вот один из музеев о городе Свонси. А второй был научный музей. Достаточно интересная там такая была витрина, которая на каких-то конструкциях металлических вот так вот прокручивалась. То есть, там было там несколько разных витрин организовано, и они крутились по часовой стрелке. Ну, для меня это была какая-то новинка, и мне очень понравилось. Я решила такое снять. Еще я узнала, что Свонси – это город шахтеров. Там буквально показана история сообщества шахтеров, наверное, всей Великобритании. Не могу сказать подробностей, но достаточно интересная. Очень мне очень понравились современные картины, современный шахтер. И там такая девушка в шлеме такая. Что еще? А, еще я увидела из окна этого музея огород. Очень интересная как бы конструкция для англичан, как вот они вот организовали свой огород в области музея. И там, ну, видимо, тоже для посетителей насажены какие-то растения, и можно пройтись. Ну, просто был дождик в тот момент, и мы не пошли на улицу. Можно было пройтись, почитать, что это за растения, что тут выращивают. Такими буквально конструкциями 3 метра на метр гробики такие для цветов или для овощей. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok